Сегодня завершается второй международный пленэр Венспилс «Жемчужина Балтийского моря». В этот раз 29 художников из Украины, Белоруссии, Италии и Польши писали картины, на которых запечатлели наш город. Кого-то вдохновили виды набережной, кого-то морские пейзажи, а кого-то замок. Конечно, чрезвычайная ситуация внесла свои коррективы в проведение пленэра этого года. Общение художников и организаторов проходило дистанционно, в режиме онлайн, но от этого созданные ими полотна получились не менее живописными, чем годом раньше. С 17 по 27 июня мы старались каждый день выставлять видео, а также информацию о художниках, участвующих в пленэре. Каждый из них написал по три картины, из которых мы выбрали одну для того, чтобы выставить ее в галерею. Когда же созданные в дни пленэра картины будут доступны для осмотра? Точной даты пока нет, но известно, что произойдет это во время дней украинской культуры. Полотна выставят в галерее Дома творчества. Если кому-то та или иная картина очень понравилась, он сможет ее приобрести. У организаторов пленэра было много помощников, в том числе творческую поддержку оказал коллектив украинской песни «Мрия», который в прошлом году отметил свой 20-летний юбилей. В прошлом году здесь жило 10 художников в Венспилсе, которые оставили прекрасные работы. Они были в восторге от города Венспилса. Идея очень хорошая. Надеемся, что в следующем году уже будет все успешно, и художники, еще больше художников приедет к нам. Финансирование пленэра легло на плечи самих устроителей Венспилского украинского общества «Кобзарь» под управлением Марии Антоновой и культурно-спортивной ассоциации «Фест» из Ивано-Франковска, который возглавляет Леонила Жодик. Организаторы надеются, что в следующем году художники непременно приедут в наш город, чтобы написать новые картины, посвященные Венспилсу «Жемчужине Балтийского моря». Венспилсу «Жемчужине Балтийского моря»